Привет! Сегодня понедельник, это у меня еще сегодня выходной, а завтра уже на работу. Разбираю свою машинку, которая помыла мне посуду, посудомойка. И, кстати говоря, мыла сковородку, просто вытираю ее полотенечком. Там вот еще одна сковородка помытая. Так, у меня тарелочки. Это вот вся посуда, которая скопилась у меня за, получается, за три дня. Да, три дня я собирала посуду. Вот, не мыла ее. Получается, там еще есть кастрюлька. В общем, все это дело мне надо разобрать. Стаканчик отдельно поставить сюда. Так, так. Что еще? Моя бутылка питьевая. Водички уже нету. И, в общем, короче, такое по мелочи. Там еще где-то лоточки. Вот эта вот крышка с бутылки тоже сюда. В общем, сейчас ее надо разобрать. Надо мне сейчас делать, как это, переформатировать верхнюю полку. Сейчас я уберу оттуда вот эти вот мелкие тарелки. И переставлю их сюда вниз. А вот эти вот широкие, как квадратные или какие-нибудь там прямоугольные, я их поставлю. Им там будет удобно стоять наверху. Я же маленькая по росту. Мне неудобно доставать. Это тарелки, которыми я пользуюсь каждый день. А вот этими я не пользуюсь. Большими прямоугольными. Так что они мне здесь не нужны. А стояли они вот здесь вот. И занимали место. Короче, вот так вот получается. Что я верхнюю полку организовала вот так. А вот эти вот мелкие сейчас по одной, а то и уроню. Точно сейчас уроню. Тарелочки поставлю сюда. Они могут, конечно, не поместиться. Ну, ладно. Вот эту поставлю тогда сюда. Потому что иначе никак. Иначе будет неудобно. Вот этими я тоже, в принципе... Нет, она здесь... Ну, помещается. Помещается, конечно. Ну, ладно, пускай стоит пока так. Потом посмотрю. Всё. Сложу со стула. А то Люда на высоте стояла. Так. Кастрюлька сюда. Что ещё? Что ещё? Так, сито. Сюда. Так. Крышечка. Что так? Крышечки. Так, туда пошла. Так, что у меня здесь? Ага, это с этого. Слоточка. Так, не поняла. Одна тарелка осталась недомытая. Почему? Потому что она стояла. Всё понятно. Значит, тарелка остаётся на следующий раз. Как-то так неудачно её поставила. И она плохо помылась. Так, ну, это мелочёвка, которую тоже надо убирать. Оно вам надо? Интересно такое смотреть. Ну, ничего. Каждый день, как говорится. Делает люди такое интересное, неинтересное. Ну, это быт наш. От него никуда не денешься. Так, немножко вот в таком вот приоткрытом виде оставляю посудомойку для того, чтобы она просыхала. Попила вот такую вот молодую капусту. Здесь, в Германии, они пишут, что это шпицколь. Не знаю, честно. Не смотрела в словарь, что такое шпицколь. Для меня это просто обычная молодая капуста, которую я, кстати говоря, уже добавляла в борщ. Борща сегодня не будет. Вот. Но будет что-то другое. Сейчас придумаю. Ну, я же почти придумала. Думала сделать с картошкой, но не хочу. Картошка ещё тушёная есть. Так что много картошки мне не надо. Но что-то будет. Что-то сейчас примайструю на кухне. Убираю вот эту вот сердцевинку. Видите, уже в одной части нету. Вырезала ножом. И сейчас вот так вот просто убираю, чтобы её не было. Она уйдёт в мусорку. А всё остальное можно готовить. Оказывается. Это я шучу, конечно. Эх, мать. Режу капусту. Сейчас покажу вам. Смотрите, видно? Ага, видно что-то. А Сашка шлёт фотографии. Он сейчас у родителей. Прислал мне, как цветёт калина, как вегела зацвела. Маму мне прислал. Себя сфотографировал. Домик наш зелёный. Ну, не наш, родительский. О, опять что-то Саша прислал. Ёлку мне прислал зелёную, которую я снимала. Сейчас я ему лайк поставлю. Ой, не успела. Сейчас зайду в программку, поставлю вайбер ему лайк. Так, и буду дальше готовить. Я, наверное, вам вставлю эти фотографии, когда буду монтировать видео в самом-самом конце. Там ещё пионы Саша прислал. Потом лук декоративный. Я так ждала, когда зацветут пионы. Но не успела. Я уезжала из Киева. Это было 14 мая. Уже практически больше недели я здесь в Германии. Как быстрое время бежит. Так что посмотрите, что он мне там на фотках высылал. Я люблю такие фотки смотреть. Класс. Как будто бы дома побывала, честно. Сейчас ещё один лайфхак. Проверю с луком. Но, правда, саму нарезку у меня не получится вам показать. Но я расскажу. У одного известного блогера подсмотрела. Не буду называть его имя. И мяту ещё подумайте, что я за счёт него там пиарюсь или что-то ещё. Вот. Ну, короче, сейчас проверю. Прикол. Когда разрезаете лук, когда чистите лук, не отрезайте вот эту вот попку. И, как бы, когда режете, то за неё можно держаться. Сейчас ещё покажу. И потом, когда режете, не дорезайте до конца. Ну, и так получается, что будет удобно резать. Сейчас вот я попробую и скажу, удобно или неудобно, как у меня получится. Ну, такое. Мне неудобно. Я особой большой разницы не заметила. Может быть, я что-то сделала не так, не знаю. Но, как бы, вот что, обычно лук нарезаю, что вот с этим способом у меня не получилось. Так что вы можете попробовать. Может быть, вам понравится. Может быть, у вас всё получится. Не знаю. Я говорю, как есть, как у меня получилось. Как жарится лучок, чтобы не сгорел где-то семёрка, шестёрка. И порезала такими вот, как полукольцами морковку. Не знаю. Почему-то люблю вот в блюдах больше крупную морковку. О, мама прислала. Мамочка моя прислала. Ладно, посмотрю сейчас фотографию, что она мне прислала. Вот. А на борщ натирала морковку. Ну, в таких вот картошку, там, плов, ещё куда-то. Люблю вот морковку покрупнее. Так, надо вытереть здесь не красоту. Ну, ничего. У всех такое бывает. Это кухня, это готовка. Так что, Alice Good. Добавляю чуть-чуть вот такого поправа для стейков, для барбекю. Ну, я уже говорила вам неоднократно на своём кулинарном канале, что, в принципе, состав специй практически одинаков. Так что, то, что подходит для масса барбекю, подойдёт и для, ну, тех блюд, которые мы готовим без мяса. Так что, не заморачивайтесь. Так, немножко острого перца, чуть-чуть. Состав всех специй, что для рыбы, что для овощей, что для мяса, почитайте, примерно одинаковый. Вот ещё добавлю вот такую вот приправу. Эту приправу у меня дарили на работе. Сейчас видно, не видно. Томат, базилик и сальс. Сальс – это соль. Тоже чуть-чуть добавлю. Так, для вкуса. Так, вот такая вот горка капусты у меня получилась. Это большая тарелка. Здесь, ну, капуста я не знаю, сколько вес, но много. Много её здесь. Так что, на вот эту вот сковородку, и сковородка, кстати, большая, поместится, не поместится, сейчас посмотрю. Поместилась она, в принципе, достаточно условно. Пустая тарелка. Вот. И она же свежая сейчас. А, по идее, в процессе готовки она должна подсесть и уменьшиться в объёме. И плохо, что у меня здесь нету крышки. Чем накрою, сейчас вам покажу. Крыла вот такой вот сеткой, потому что сейчас добавлю температуру у меня на тройке. И добавила немножко воды для того, чтобы она не подгорала. Да, всё, Алис, гуд. Капуста осела, всё хорошо. Сейчас, вида готовлю. Слушайте, блин, забыла, забыла добавить лавровый листик. Так, надо исправить эту ошибку. Пока ещё не поздно. Только сейчас заметила, смотрите, лавровый лист покупала в русском магазине. Ну да. Вот. И там продаются разные продукты, и украинские в том числе. Смотрите, вот видите ленточки у девочки, цвета украинского флага. Хотя написано всё по-русски. Но ведь точно украинский флаг. И, по-моему, она так спражняя украинка. Ну, мне так кажется, черняло. Всё, капусточка готова. Поместилась вот такую вот кастрюльку, которую я купила для себя. 1,2 литра. Сейчас поставлю её туда на окошко, и когда она остынет, уже тогда в этот, ну, в холодильник поставлю. Мне осталось отмыть плиту, которая нечистая. И вот там вот тоже, видите, на плитке сок. Вот. Так что надо навести порядок на кухне. Отмываю плиту вот этим средством. Оно подходит для индукционных плит. Может быть, есть оно в Украине. Посмотрите, очень хорошее средство. Очень хорошо отмывает плиту. Потом, когда уже отмою, покажу вам её состояние. Плита становится идеальной. Так, несколько раз ещё просто чистой водичкой, мочалочкой. И вот так вот полотенечком протираю всё. Чтоб было чистенько, чтоб всё блестело. И до следующей готовки. Всё. Что тут какие-то эти штучки. Но оно не убирается, не отмывается. И так. Чистая плита. Всё. Чистенько, аккуратненько, всё хорошо. Всё. Всё, ребятки, заканчиваю этот влог. Спасибо вам большое за просмотры, за лайки, за подписку. В комнате уже темно. Сейчас скажу сколько. 25 минут десятого. Вот. Мне надо ещё поставить стирку. Потому что после готовки, после этих всех кухонных дел, одежду я сразу стираю. Она пахнет. Ну, пахнет неприятно. Я сегодня ещё попутешествовала немножко. Выйдет отдельное видео. Куда ездила, узнаете. Сейчас вам покажу вечерний Дрезден. Чуть-чуть. Улицу. Вот. Такое вот, видите. Вечер. Машины стоят. Небо такое. Ну, плюс-минус. Примерно так. Камера и передаёт. Потом посмотрю, когда буду монтировать. Видите. Светится. Улечка. В общем, крыша. Крышу засыпила. Такая вот крыша. Видите. Как это называется. Какая-то как по разновидности черепица. Всё. Всем спасибо за просмотр. За лайки. За сердечки. За просто какие-то значки. Это видео выйдет завтра. Во вторник утром. Ну, а потом дальше уже поживем, увидим. Будем посмотреть. Всё. Всем пока-пока и скорейшего мира.